В эту субботу, 5 октября, в Казахстане отметят День учителя. Школьные чаты заметно оживились. Родительские комитеты обсуждают, что подарить педагогам. В антикоррупционной службе предупреждают, презент не должен быть дороже 5 МРП. Иначе и учителям, и родителям грозит ответственность. В День учителя дети и родители могут поздравить педагогов и подарить им цветы или символические подарки. Но есть важное условие. Учитель не должен оказывать никаких услуг в обмен на подарок, например, завышать оценки. Подарок стоимостью больше 5 МРП, это 18 360 тенге, переданный в обмен на какую-то услугу, может считаться нарушением закона. В цветах я лично ничего плохого не вижу, если подарить цветок. Ну и если это уже как идет обязательная атрибутика, то есть если ты не подаришь цветы, а учитель начнет срываться на твоих детях, это уже, конечно, неприемлемые вещи, считаю. Мое мнение, ничего страшного в этом нету. Именно в цветах, а не в дорогих подарках. В профильном министерстве отмечают, что букет – это классический подарок, символизирующий уважение и признательность. Традиция «дарить цветы» укрепляет связь между учениками и учителями, подчеркивая важность роли педагогов в жизни каждого человека. Цветы, добрые слова – все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям. Такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, показывая, насколько важен труд учителя. Это всегда было доброй традицией. Казахстанцы сошлись во мнении – дарить, но не задаривать. От дорогостоящих подарков следует отказаться. Дорогие подарки нельзя подарить, по-моему. Я сама учительница. Учителям книги дарит и все. Цветы, конфеты этого достаточно. Роскошные – нет. Ну, уделить внимание, оказать внимание. Сами учителя отмечают, что лучший подарок – это внимание и уважение. Поэтому во многих школах дети записывают видеопоздравления на смартфоны.